И мы должны постараться максимально плотно начать бинтовать. Как оказать первую медицинскую помощь при падении, ушибах, порезах и остановке дыхания в условиях, когда ждать помощи неоткуда? Этой теме посвятили встречу в школе номер 29. Тренер по спортивному туризму Екатерина Химорода рассказала и показала, как обрабатывать и перебинтовывать раны, фиксировать травмы, проводить сердечно-легочную реанимацию. Вот в такое положение голову. В этом положении язык располагается таким образом, что он не перекрывает дыхательное горло. Эти навыки, говорит тренер, помогут в любой жизненной ситуации и особенно в туристических походах. Когда мы идем в поход с ребятами, то в случае возникновения какой-то внештатной ситуации, я буду всегда готова оказывать им помощь. Но если такая внештатная ситуация произойдет со мной, то, к сожалению, сама себе я эту помощь оказать не смогу. И поэтому мне нужно воспитать спортсменов, туристов, которые будут готовы прийти мне на помощь. Подобные занятия среди воспитанников школы по спортивному туризму проходят регулярно. Ведь дети еженедельно уходят в походы выходного дня, а также отправляются в многодневные поездки за пределы региона. В Дагестан, Сочи, Алтай и в другие уголки России. Поэтому знание по оказанию первой медицинской помощи – один из важнейших навыков профессиональных туристов. Александр Сергеев, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова